В школах Владивостока в 28-57 несколько классов с начала недели закрыли на карантин. Дети болеют гриппом и ОРВИ. Это подтверждают родители и Роспотребнадзор. В дирекции 28-й школы уверяют, ситуация штатной эпидемии среди большинства учащихся нет. В январе многие сталкиваются с простудными заболеваниями. Но за последние 10 лет карантин впервые затронул одновременно три класса. Пятый А, Б и В. Всего это 89 человек. Дети где-то посещают больше кружков, может быть больше секций, может быть больше самостоятельно ездят на общественном транспорте и поэтому могут подхватить какой-то вирус. То вот в связи с этой ситуацией, мне кажется, что в начальной школе ситуация более благополучная, а вот в основной школе она такая вот очень шаткая. При этом все задания, которые нужно выполнять согласно учебной программе, родители болеющих детей получают в группах ватсап и по электронному дневнику. Преподаватели успокаивают. Взрослым переживать не стоит, никакой параграф пропущен не будет. После карантина ученики пройдут все необходимые уроки. Что касается старших классов, мы понимаем ту ситуацию, что ребятам сдавать буквально через 4 месяца ОГЭ и ЕГЭ и очень бы не хотелось закрывать классы на карантин, даже на недельный карантин, потому что каждый день и каждый урок на вес золота. В конце прошлой недели, по данным Роспотребнадзора, в Приморской столице уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил порог почти на 16%, причем вирус настиг как детей, так и взрослых. Такая ситуация стала причиной для того, чтобы приостановить образовательный процесс. Всего в период эпидемиологического сезона в Приморье частично не велись занятия в 28 детских садах и 19 школах. Например, во Владивостоке на прошлой неделе карантин пришел в 14 классов и в 5 групп дошкольных учреждений. В этом году циркулирует преимущественно тот вирус, который входил в состав вакцины. То есть на сегодняшний день в 46 случаях на предыдущей неделе был выделен антиген вируса H3N2, который входил в состав вакцины, прогнозировалась заболеваемость. Пик простудных заболеваний чаще всего приходится на период смены сезонов, а также в самые холодные месяцы года. Тем временем, уже с 25 января синоптики обещают потепление. Возможно, это уменьшит и число гриппующих людей. В Владивостоке в среду будет в пределах минус 5-7 градусов, а в четверг уже начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла. И в четверг мы можем ожидать ночью в пределах 10-12 градусов, а днем в Владивостоке около нуля минус 2. Карантин, который сейчас действует в некоторых школах Владивостока, снимут 31 января. Пропущенные уроки не будут считаться злостными прогулами только в одном случае – если на учебу ребенок вернется с медицинской справкой от педиатра. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.